ПЕСНЯ 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 Батюшка, помолитесь. Господи, Иисусе Христосе, Семью Божий, будь билый, всегда благосови нас Господи, открой наши уши и сердца, слышание и разумение святых святогословов. Тебе слава, Господи, в благодарение, честь и поклонение. И не признаешься, и Бог. Аминь. Во имя Отца и Семя Святого Бога. Евангелие от Марка, глава 14, страница 291. Толкование блаженного префилакта. Так, значит, с 1 по 5 стихи 14 главы. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда он был, был он в Вифане, в доме Симона Прохоженного. И возлежал. Пришла женщина с лавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного. И разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою. Чему все отраты мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее толкование. Совет против Христа составлен был в среду. И вот причина, к чему мы постимся по средам. Враги хотели было переждать праздничное время, но это не было попущено им. Господь, определяя Сам для Себя страдания, благоизволил предать Себя распятию на самую Пасху. Ибо Сам был истинная Пасха. Здесь надо надеявиться могуществу Его. Ибо когда враги хотели взять Его, тогда не могли. А когда не хотели, по причине праздника, тогда Он Сам волею предал Себя им. А Мирий упоминает все четыре евангелиста. И думают некоторые, что у всех их, разумеется, одна и та же жена. Но несправедливо. Это две разные жены. Из коих одна упоминается у Иоанна, 12 глава. Она же и сестра Лазая. Другая у трех прочих евангелистов. А ежели вникнет, что найдешь, что их было три. Об одной упоминается у Иоанна, а другой у Луки, 7 глава. А у прочих двух евангелистов, а третий. Ибо упоминаемая у Луки была блудница и помазала Господа среди его проповеди. А упоминаемая у Матфея сделала тоже около времени страдания. И при том она не была явная блудница. Господь приемлет усердие ее, как издержавшей так много на мира. Можно думать, что и прочие апостолы упрекали жену, так как они постоянно слышали от Креста учения о милостях. Но Иуда негодовал на жену, не стоя мыслью, как прочие, а по сребролюбию ради гнусной хорвистии. Провести все толкование. Пожалуйста, у кого какие мысли. Дальше попадем. Были дни опресных и пасхальные. И Господь совершает тайное лечение. Это правильно? На каком хлебе Он совершает? На хвостном или на пресном? На пресном. А классно, если бы взял кто-то, что было бы? Да истребится душа та из народа. В Израиле шуток вообще не было. Если в уголовном ходе было 90 статей, примерно, сказать, 60 под смерть проводили. И поэтому была дисциплина. А сегодня 100 человек может убить, пожизненно сидит. Его не убьют, ничего нету. А вы спросите тех, кого убили. Они согласны с вашим решением суда? Ну, мысленно хотя бы. Он доктор наук. Юридических наук. И он говорит. Моя дочь выходила замуж. Хороший. Они вместе где-то учились в юридическом. И на них пока тот бандит наехал, и по их зарезал. Машина ему надо. И его теперь не расстрелять еще не надо. Заведение смертной казни. И такой представительный мужчина. Видно, что при большой должности. Ну, какая это справедливость. Суд решает. Без учета голоса того, кого убили. Я его выращивал. Прекрасная семья была. Он обоих убил. Ради машины. Он говорит. Ну, где-то я в Горный Алтай. Ездят же в Горный Алтай. Ездят люди. Сатанагоник-то туда. Это место особого присутствия дьявола. Это весь мир знает. Рерихи знали это. Православные христиане едут туда отдыхать. Приехал корреспондент из Санкт-Петербурга. Он, жена и трое, кажется, ребятишек. Машина хорошая. А его парня звать. Пацан. Ну, кажется, 14 лет. Он пошел у дяди ружье взял. И как только он из палатки вышел, он ее пристрелил. 16-ю. Жена вышла, он ее убил. А ребятишек камнями голову пробил и всех бросил. И на машине катался два дня, пока не нашли, не остановили. Руслан звать. Сейчас он должен освободиться на днях. И кем он встал там? Он погубил столько человек. Ну, а те, допустим, муж у него был бы, боец какой-то. Таких он сотни положил. Ну, как он вышел? Погода хорошая. Только сказал, погода-то хорошая. Бах, упал, готова, нету. А ребятишек камнями добивал. Какой это суд? У мусульманного убили, у евреев убили, в Китае убили. Здесь нет, он сидит. Ему дали 10 лет всего. Он несовершеннолетний. Больше нет, предельная норма. Какой суд? Суд под бандитов. Бандитский суд. Он не божественный, не Моисеев никакой. Это реально в горном Алтае. Другие говорят, а мы-то решили маленько выйти. Двое говорят, сошлись, машину вниз спустились. А там смотрим через бедки. А человек, человека другого разделывает на счастье. Разделывает как тушу какую-то. Мы как хватили, говорит, кое-как есть еще на машину. И едете туда. Наши едут. Члены нашей общины. Чего непонятно. Да лучшее место, как у нас-то. Ни змеи нет никаких. Да вот, пожалуйста, в любой конец поезжай. Ставь палатку, ты никому не нужна. Озеро рядом. Рыбач, вот оно рядом. Новые рыбки, напорчены. Не у нас. Тебе надо, если я куда-то ехал. Я говорю сейчас об опресноках. Вопрос к батюшке. Литургия совершается на опресном или на квасном? На квасном. На квасном. Христос совершает на опресном. Кто прав? Япан-затворник прямо задает вопрос. Если человек благословляет, архиерей благословляет, собор благословляет, а Бог говорит, да я не благословляю. Что будет на небе утверждено? Божье. Ну? Божье, конечно. Божье, конечно. А нам нужды не какой-то. Да ни за что я принимаю. Но я себе должен это знать. Не спорить с католиками. А они совершают на опресном. Так это ни день, ни два. Почти два миллиарда. Полтора миллиарда определенных. И наши же православные их клюют. А зачем вам пресный-то было? А так Бог остановил. А зачем вам квасный? Ну, считаем. Квасный это как живой. Да тесто какое живой мед? Это продукт. Нет, когда поднимается, оно пыхтит. Как бы живой, да это детская игра какая-то. Объяснение такое. Тесто пыхтит. Но однако это так. Уничтожалось все. Евреи даже посылали своих детей смотреть в погребе. В мышиной, крысиной норке. Нет ли где квасного хлеба. Вот искупление. Как он подметает. Дедушка, они ему подложили. Там все сжигается огнем. Написано. Кто впустит в это время, случайно. Я не хотел. Ну, так получилось. Не убрали, я впустил. Уже все. Ты приговорен к смерти. В этот день ты должен умереть. Серьезный закон-то был. Как же могли бы на это пойти? И когда я сказал, что все-таки Христос совершал в дни о пресноке, где написано? Марка. 14 глава Луки, Иоанна. И были дни о пресноке. Слово пресноке не знаем. Или нет? Ты говоришь, идем дальше. Ну, мы этот вопрос за себя должны решить. Решить и сказать нам спорить нельзя. Мы держим, как нам заповедовали. Таинство совершается. Во славу Божию. Но прав Христос. Но не мы. Это первое. Второй вопрос уже сразу возникает. О чем он говорит? Ну-ка. Досчитайте до конца вот этот цифр. Сначала или... Да, сначала. Повторить не мешает. Через два дня он решал быть празднику Пасхи и опресноков. И искали второсвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Да, на возмущение боялись в народе. А то какой Майдан тут раздастся и постреляет, и... Инухович убежать некуда будет. Царь поехал там в Могилево. В это время мятеж. Мятеж. И царят бросили. И царисту расстреляли. Мятеж это страшное дело. А из-за чего они боялись? Кто мятеж поднимет? Народ. Народ. Народ не вооружен, есть армия. Народ как может? Народ где? Народ вот пахар. Ты народ. Вот он сидит народ. Вот надо собрать всех вместе. А тут один автоматчик. Кто победит? Он сейчас застращил. Гранату сбросил. Сам упал за окном. Нам уже не до него будет. Такая же обстановка была такая, только оружие было другое. Но гранат не было. Мятеж. Только бы не было возмущения в народе. А народ почему возмущался? Вопрос прямо. Они представляли это, что если мы арестуем Христа сегодня, а народ истекается в Иерусалим на Ветхозаветнюю Пасху, не Новозаветнюю, и будет возмущение в народе. А почему? Причем возмущение, когда речь идет об одном Христе, и рассуждает, и рассуждает, и с их стороны это правильно, возбудить и убить его. Кто за ответ? Так проголосовали. Ну, о одном слове, так и не в праздник. Праздник пройдет, мы его возьмем, мы дальше определим. Ну, кто знает, как допрашивает Пилат. Мастер и Маргарита там подробно показывает Булгару. Все оборялись. Мы должны это настолько реально представлять, чтобы легко рассказать, почему от нас люди не всегда принимают благовестия. Толкование, да, больше, чем это. Марк подвижник говорит, толкование, оно и не нужно, если ты селято живешь, тебе Бог откроет это. Ну, на тот случай, что нет никого. Но у нас есть толкование, нам левше теперь. Будет мятеж. Какой мятеж от народа? От народа в чем выражается? Армию на свою сторону взять. Армия. Если оружия нет, подавление мятежа очень быстро. Ну, вот фильм начинается про Наполеона. У тебя же это, здесь были. Они сидят и решают, что делать. На нот весь поднялся. Вооруженный народ, уже вооруженный. А он подошел, а тот такой, Бонапарт, я Наполеон. Так, влёв власть мне, дайте, подпишите. Я раскуряжусь. Он пушки установил на каждой улице поперек. Как только толпа повернулась, а никто не ждал, он как жахнул. И встреча, бежать некуда, перекрыт. Он их всех, ничто. Дальше будет императором. Он понял, здесь они или мы, у нас выбора-то нету. Если мы их не победим, они нас победят. Это фильм прекрасно показано. Мятеж. А теперь в духовном плане начинаю разбирать. Ты понимаешь, сколько здесь доложено. Сейчас только я скажу, вот что, опрестники должны быть. Мятеж. Они меня мятежником объявят. Я уже говорю шепотом. Ссылаюсь, я согласен. Потому как у нас есть, я согласен. Но Христос совершил на опрестника. Притом это опресточные дни, неделя целая была. Неделя. Там, к вам слово, ничего не могло быть. Это первая литургия. А дальше каждый раз служать вообще не очень. Мы подражаем Христу. Мы христиане. Видишь, как у нас все, говорят, по Кремлену путь. Я ни к чему не призываю, но это уже расстанется, как мятеж. Я стал исследовать вот иконы. Икона Больчества была. Батюшка выходит из среди службы, одну икону поцелует справа. Нас благословит, мы поклонились на другую. А зачем это нужно? Что он икону целует? Он не может в алтаре поселить? Зачем он здесь целует на народе? Патриотизм свой является. А вели доказать, что веретик туда не вошел в алтарь. Икона Больче. А то левый саврянин напугал. А то от него страх идет. Но являются львами саврянинами. Православная любит икону больше, чем живого в Богах. Сегодня ты можешь его убрать, а уже нельзя назад повернуть. Нельзя. Мы можем прийти ни разу к иконе не приложить. А батюшка не может. Подозрение. Ну-ка возьмем первое даже. Иисус Христос, истинный Бог. Мы это знаем. Ари говорит, о ней стварь. Против Ари оборолись, победили. И осталось это все до сегодняшнего дня. Во всем их веру, и везде все включили. На историю против Богородица ты говорил. Он не говорил против. Он говорил Христородица. Бога нельзя родить. Теоретически-то он был прав, но не православный. Но православные приняли вот так, чтобы мятежа-то не было. В народе. А теперь счастнейший Херувим включает Слово Божие. Ныне отпущаешься, обрабатывай его. Это Слово Божие. В нее ничего нельзя написать, ни добавь, ни убавь. А вот через каждый припев счастнейший Херувим. Ну явно дело. Господь говорит, не прибавляйте Слово Его. Оно чистое. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Кто приложит, Бог язву наложит. А что правильнее? Просто прочитать или счастнейший Херувим. А что ты исследуешь? Голова живая. Я перед Богом буду давать отчет. Я делаю себе оговорку. Да, это необходимо все. Но это вот от кого? Это на истории напугало. От истории это осталось. Его уже нет, а мы все еще кричим, высохаем, гейтар. Это все здесь из-за чего? Боязнь, мятежа народа. А православных начинают учить. Никакого мятежа не будет. У православных, чтобы люди приходили не в мужской одежде, не в крашеное, это уже вопрос вопроса. Я уж не говорю, там сережки и прочее. Мы упустили все. Патриарх проехал до Дальнего Востока и называется состояние духовной развалины. А я добавляю, кто же допустил, любезный мой патриарх, не ты ли это все? Как мы были на встрече с архиереем, нашей архиереей, тогда был Антония. А он говорит, а что я сделаю? Я посылаю работать, а они воруют. А работать и воруют. То есть Мамона задушил. Сегодня мы читали. В этом стихе, и когда ты это поймешь, тебя с места не изменишь. Бог прав, Бог это утвердил. Бог утвердил. А можно изменить, еще менять не надо, уже не изменишь. А смертельно это не смертельно. Я даю это объяснение. Богородицу и помилуй нас. Мне задают вопрос, на каком основании Богородицу и помилуй нас. Намек хоть есть в Библии, нигде нет этого. Ни слова нет, тем более, вопреки, нет иного спасителя, кроме меня. Нет, и Моя слава никому не дам. Мы все время против Богородицы и помилуй нас. При чем здесь Богородица? Это не еще не связано. Но мы понимали, что через Богородицу, крестноделую Марию, родился младенец, и она явилась источником, благоизной нашего спасения во главе этой праздной благовещения. Вот через это я должен много пояснений давать, а проще всего, когда бы не было. Вот появятся неимам и иные помощи. Я знаю, архиепископ там такой, и на Таицу выкинул это, чтобы никогда не пели. Это не соответствует действительности неимам. Это отличение от Христа. Неимам и имею помощь, кроме себе. Кроме Богородицы. Вот это, это уже не говорится. Никак. И архиепископ поверил по всей епархии нигде не петь. Это ошибка, и мы должны ее признать. Даже попросить прощения у тех, кого вели в заблуждение. Так это не я, Боже, скажу, я никто внимания не обратил. А архиепископ в церковь приносит цветы, бумажные всякие, приносит. А патриарх Алексей вышел, первый, и сказал, чтобы ни одного бумажного цветка в церкви не было. Живо понесете мертвое, ни стыда, ни совести нету. Все кончилось. А люди не знают этого. Ты, святые, принеси настоящее. Патриарх говорит об этом, потому что это болезнь православная. Люди этого даже понятия не имеют. Он сказал, вот до этого не пели вообще наши, теперь, смотрите, это он указал, семанские фамилии его. Верные не пели, только считали. Это он вел петь. Патриарх Алексей первый, но тогда был просто Алексей, второго-то не было. И мы должны Бога поблагодарить за это. Он говорит, священники наши, что они делают? Насколько небреже исполняется, половина выпускается. Как патриарх Алексей второй говорит, сакральные места священного описания, обращенные к крещению, выпускаются. Сколько робота от священника пахнет водкой и табаком? Я указываю страницу, церковные ведомости, откуда? Нормально? Ну там же люди подошли сразу и... Батюшка, ну что ж такое-то делают? Попыль являются до крови, друг друга бьют в лотаре. Я это в собор постановил. Прямо в главном соборе указано. Ну кто-то должен это шевелить. А еще ты прячешься. Ты соедини это все и скажи, исправить нельзя, вот это не смертельное. Но я буду знать. На эту тему ни с кем изговаривать я не буду. Это соблазн. И мы берем небольшие. Левый саврянин и хоноборец. Неправильное название. Он не был хоноборцем. Он только говорил, икону, лучше по лесу повыше, чтобы по стенам не назвали, как слепые. Повыше. Этого просить ему не могли. В 787 год. Объявили их икону, убили. Нам непонятно разуме. Что мы не те. Иван Грозный приблизился к Казани. И там холм. И под холмом начинает рыть под холмом. Рашею. И под самые стены. Вымерли ночью. Литочку протянули. Все точно под стеной. Заложили туда 15 тонн пороха. И в это время молятся. И при третьем, при третьей песне о Рождестве. Прямо написано. Поразался взрыв. И стена рухнула. И бросились туда. А теперь будет казанские сирота. То есть, мужское население практически все было вырезано. А вот теперь это Казань нам поперек. Она Россию перерубит пополам. Ведь иметь там шамиев, которую, это еще маленько держало. А дальше не удержать. Сейчас, как мы стали говорить, 75 тысяч ваххабитов, тайны, которые на их территории. Тысяч учителей, которые учат выйти из-под власти безбожного режима. Образовать свой халифат. А вот теперь это открытлость. А нам что делать? Молиться. Кровь кровью не смывается. Волк рождает только волка. А как с сатарами уже было? Так, как делал, мы считаем, Гурия. Он был в плену. Он выучил татарский язык, проповедовал. Из своих пошел. Его отпустили. И он не пошел один говорит, дайте мне вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Сколько? Вот эту, вот эту, вот этих я всех беру. Посчитали, 700 там что-то человек. И он их всех из плена вывел. И к нему расположился хан. Потому что я святых. Я в цифрах могу. Не то там 400, 300, там не леет значение. Но главное, что знал язык. И знал, как к ним обращаться. У нас кто это мог говорить только? Данил Сысоев. Больше никого нет. Одного убили, все загорли. Знаешь, у нас если приедет один стердар. Ключили принимать. Я не могу точно сказать, он не только нет. У него мать принялась против, жена против. Мусульмане. Он должен приехать. Ну так, по всякому случайно, до сегодняшнего дня. Господь его открыл через интернет. Вошел в нашу. И дальше с матерью. И мать еще насмерялась. Сейчас будет и жена потише стала. Для них это героический поступок. Если узнать, что он изменил свою веру, у них по уставу написано, должен убить. Убить. Не подвините. Ободрись. Смертельно опасно спать. Вот чему это грозит. Вот мы это узнали. Отличил его для того, чтобы не быть слепыми. Слепыми. Они говорят, он был и веке. Ну пусть говорят. Я говорить не буду. Я знаю, что это был выход. Практически. За иконами. У нас иконы. Везде стоят иконы. За иконами. Полтора. Практически два миллиарда мусульман, которые не принимают. Я задавал вопрос. Если вы сейчас сказали православу, уберите все за одной иконой. И два миллиарда мусульман будут православными. Не надо иконы их должны называть. Просто убрать, чтобы нигде не было. Пойдут это? Не пойдут. Умрут. Но не пойдут. А вот это и есть мятеж. Мятеж на другой стороне. Когда кто называет кого-то еретиками, першит и подумает. Кто говорит? Он сам еретик и есть. Он еретик. Он, вопреки, слово Божие. Страх. А что на первом месте? Страх. Страх. Страх перед Богом дает мудрость. Страх перед человеком отнимает мудрость. Отнимает. Но человек делает это как безумно. Целит его не так, как Богу и делать. Вот один стих. Сколько в нем заложено? Тебе есть о чем, говорится, здесь подумать? Вот здесь. И ты будешь знать, участвовать ли в этих вопросах скоро. И как поступить? Копай глубже. Докопай до этого. Вот это означает быть религиозно талантливым. Не просто. Я сегодня к одному хотел подойти. Подошел уже. Я говорю, я хотел на пару слов сказать. А мне некогда. У меня смена вторая. Вы видите. Я развернулся назад. Смена. А я только хотел сказать. Почему вы не кланяетесь на молитвы? Кланяйся не знаешь как? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Несу сюда. И поклонись так, чтобы рука могла пол достать. Оставать не надо. Ну проверь себя. А не так. Вот так вот кланяйся. У стены плачут евреи. Евреи борются так. А такому кланяй, баханилки, бесы радуются. Ян Златоуст. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня я вначале заходит человек, батюшка помогает. Все, поклонов нету. Заходит, раз, может ошибся. Второй раз я подошел, ты болеешь сегодня? Нет. А почему ты так кланяешься? Почему поклоны нету? Другие защищаются, точно так же стоят. Я хотел сказать, мне некогда, я пойму, что не надо. А он человек-то хороший. А сделай в том, чтобы кланялись. Не сделай, потому что вот это в семье от вас идет, родитель. От вас. Это ваши поклоны на детях отражаются. А не грешному служа, Никита, встань на ноги. И руки просто, челюсть отходила из твоего. Походи маленько. На, иди сюда. Скажет, унизили его. Его не унизишь, он высокий. Вот у Никита фотографий, я посмотрю. У него из трех фотографий одна хорошая, но интерна. А то у меня из десяти одна. Вот и считай. А там ситуация. То, кто там моргнул, то из них высказано это все. Пробракованно. То в глазах кошачий комбунь горит. Вот мы дошли до этого. Вот нам Марк рассказал. Марк, это только слова. Это Евангелие Петра. Это Петр. Петр. И Марк не ходил. Юноша, который там был просто завернутый, бежал. Взяли в саду, когда в Гессиманском. Это Марк был. О нем прямо указывается. Евангелие от Марка он писал. И как-то люди так закрепили, что он писал, а ему принадлежит. Это Евангелие Петра. Это абсолютно точно. Вот что мы здесь находим. Почитаем дальше. 14 глава 6 по 9 стихи. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою. И когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Толкование. Господь упрекает апостолов за то, что они неблаговременно удерживали усердие жены. Здесь Господь изрекает два пророчества. Первое, что Евангелие будет проповедано во всем мире. Второе, что проповедано будет и о поступке жены. Да постыдятся же те, кои предпочитают нищих Христу. Ибо я слышал золотых дел мастеров, которые говорят, что ежели разбить церковный сосуд на части и отдать нищим, не будет греха. Пусть же слышат они, как Христос ценит служение Ему, высшее служение нищим. А на золотом дискосе и бывает истинное тело Христова, а в чаше кровь Христова. Посему, кто уносит из церкви драгоценный дискос и заставляет полагать тело Христово на плохом дискосе, ссылаясь на нищих, тот пусть знает, чьим участником он становится. Все толкование. Вот разъясни, кто желает. Правильно ли? Тут рассуждение. Служение Христу больше служения нищим. Одну праздновать он убери. А Христос говорит, да корнись, напоешь меня напои. А что выше? Здесь рассуждение идет о том, что Христос один раз умирал. И он один раз приготовила женщину. Теперь-то чего готовить, когда ему нет, он воскрес-то? А это на то перекидывает, а вот я сделаю. И Иоанна за то, что говорили, ну и для Христа же храм строится и прочее. А что важнее? Он говорит, делай то, что написано. Что на суде Божьем спросится. А спросится, накормил, напоил, посетил, навестил. Кого? Бог, которому нет места и причины, он занимает место всего два метра длиной. Посетил больного, меня посетил, он говорит, занимает место. Совсем небольшое. Или это, ладно, служение Богу. Это толкование, это он так понимает. Но мы видим в местах Писания, это намного шире на дарской области. А вот сегодня сосуды. Не хотели отдавать сосуды. Пришла Советская Власть, что так, конфискация сосудового имущества. Конфискация. И через эту конфискацию погибло, ты знаешь сколько? Больше ста тысяч священников. А что? Ленин сказал, мы дадим, но только под нашим руководством. А Советская Власть сказала, видали мы вас. Это народное добро. И народ их берет у вас. А так мы им дадим. Сразу приказы расстрелять, расстрелять. И Ленин пишет. Момент наступил. Чем больше расстреляем, и чем решительнее, на десятки лет вперед они рта не раскроют. Только быстро это делать. Чтоб не успели опомниться. Все, и пошла рубиловка. Приезжает в Бутово, президент Российской Федерации Путин, от места к месту проходит, считает. Не может быть. Это чудовищно. А сам из этой системы, которая расстреливала. Чудовищно, чудовищно. А ты-то откуда выпался? Из этой системы? Может он теперь не такой? Мы не знаем. Но факт, что эта система, это НКВД, она приобладает в КГБ, ФСБ, ЧК. Это одна система. А из-за что, стартовные ценности? А из-за малей стартовной ценности у адвентистов 7 дня нет. А у ветеран? Ну, хочешь сказать ветеран, считай тюльчево. Он говорит, люблю их служение. А они и стены, и Бог. У них ничего нету. У них изъятия не было. Ни одного не расстреляли. А зачем мы их копили? А ты посмотри, у храма Господня, там, где гробница, креста. Сколько этих лампад висит? Ничего не видать. От каждой страны, от каждого монастыря, они вот так веером скучены, золотые. Чего же не похитить-то? Речь идет о десятках, если не о сотнях лампад, которые зажигать некому. Что важнее? Делайте то, что на Суде Божьей спросит, Датаус говорит. О храмах, о дискосах, какого света были, не спросит. Оно написано, что 25-е матвея. Напоил, накормил, болен был, посетил, тюрьме навестил. Вот четыре пункта. Вот ты их выполни. Держи его, чтобы не хлопался. Надо отдаться. Вот так. Мы когда это знаем, а для чего это знать, чтобы вы в разные сети говорили, что для человека ум – это свет очередный ум. Ты должен это все вмещать. И соединить, если соединимо, по Слову Божьему. А надо делать? Не знаю. Вот на деревянном кресле у нас стоит и хватит. Ничего тут особенного нет. Есть такое изречение, что первые христиане прищищались из деревянных чаш золотыми сердцами. А сейчас из золотых чаш деревянными сердцами. Вот и все. Откуда тогда пословица вышла? Господь заповедовал золотые чаши делать? Нет. А первое время при Христе прищищались не так, что из ложечки, там вместе. Побросили. Отдельно чаша идет по кругу. Берут, пьют, как у баптистов сейчас. Но у них вина остается вино. Сещества-то нет. А хлеб, то есть тело, давали в руку. И тогда люди сами приходили уж, ну хоть небольшой сосуд, но сделают. Сосуды домой уносили. Золотой. Для Бога. И он зато сурово судил. Рука почти не золотого сосуда. Бог не сосуд сотворил по образу своему человека. Поэтому в руку берите, как и кто свое берет. Ну, может там материя, может бумага какая лежит, я не знаю. Рассуждение абсолютно правильное, конечно. Здесь уже в 1100 году это монашество к этому больше всего подлилось. И мы должны видеть это и понимать. Мы принимаем, ничего не изменится. Но в душе мы должны знать. А надо ведь, дискосы ломать не надо. И слова их без нас. Я говорю, как Ленин подписал этот указ, и как пошла эта рубиловка. Человек не согласен, кто? Заявляй протест, пока здесь сидит. Видишь, как слово заговорило с нами? Такое оно грозное, такое глубокое. И как бы мы в тех временах себя не видели? В 11 веке, с Пифилактом тут все объяснено. А первые христиане, они не знали этих золотых. Затоусы все это осудили. Рука почти не золото. Здорово. Мне это подходит. Золото нет, рука есть. Хотя она рука есть. Этого потяну и возьми. Давай. 10 и 11 стихи. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, первосвященника, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его толкование. Да, известит их, когда Христос будет один. Напасть на него во время учения они боялись, чтобы не навлечь на себя беды со стороны народа. Посему Иуда обещался предать его им тогда, как он уеденится от всех. Ну вот от народа до другое. Боялись народом. Но в народ-то входили люди разные. У них была такая секта, зелоты. Но это напрасно секта. Это даже не секта была. Это называли стикари. По-нашему сказать, киржальщик. Убийцы из-за угла. Их они опасались. Вот рядом стоит. Мне здесь дух выхватывает, вещь пронзил и все. Взяли, когда разбойник это, Пилат предлагал. Это разбойник для Пилата. А для людей он ваххабит. Он патриот. Он за Родину это все делал. Почему народ его просил? Бандиты народ-то не просят. Зачем нужен? Сегодня изнасилован. Малолетку завтра еще убьют кого-то. Они просили своего попавшего туда. За то, что убил римского начальника. А когда этот обычай вошел отпускать одного? Никто не знает. Ни один толкователь. Но этот обычай был, мы знаем, был. А кто ввел его, никогда никто не знает. Данных не сохранилось. Как Исаак Ньютон говорил, гипотез не сочиняют. И вот здесь просчитали, что он взял. Иуда искал, когда придать. Это важное дело. Вчера я из бани пришел. В комнате отсыхаю. В это время Никита заходит и говорит, полиция приедет. Начальник здесь. Я вышел. Правда. Маленько задержался. Пока оделся. Начальник уголовного розыска. В прошлом году. Но я не спросил, какую должность он нынче занимает. И участковый. Ну просто стажер. А сейчас на нем написано. Протягивает руку. Вот обвиняет. Так что я должен был по руке его ударить. Ну я ему руку подал. Поздоровались. Тот второй подходит. Второй по руке. Ну приеду русских. И он спрашивает меня. Говорит. Ну как дела? На что я должен был ответить? Да пошел ты легавый. Пес. Собака. И как? Может и так было ответить? Я ответил. Да слава Богу. Все хорошо. Что-то он еще спросил. Никита. Что он еще спрашивал? Дом строится такой, говорит. В 18 дом два раза спрашивал. Прошел Батаре Ильичи. Вот этот дом какой строит, то я сказал. Батаре Ильичи. А может и еще. Ну а о лагере то нет ли еще. А там кто-то уже сообщил. И Павел говорит. Там знают. Говорит. Лагерь все заросло. Там не пройдешь. Решение которое на следующий день. 18 июля здесь было принято. Вот затем само было единственное верное. Для меня главное это не обида. Не враги. Как я отношусь к этому. Я сказал. Детей я не покину. Дети будут отдыхать. Но только выход вижу. Слово лагерь исчезает. Нужно приобретать дома. Приглашать гостя. Вы помните. У нас это записано. Все так и получилось. А сколько лагерей закрыли? Несколько тысяч. А возобновили работу? Нет не возобновили. Мы возобновили. Опять оказались впереди. Перед всей вселенной. А кто вас так надо убил? Сейчас теперь люди уже меня спрашивают. Я просто молился. Я понимал что надо выйти из-под афиши этой. А детей где принимать дарья закрыты. Приобретать дома. А тут они подаются дома. Никто не берет. Они заросли. Никому они не нужны. Я взял брошенную корону царя. Несколько было воевать. Готово дело. А тут потом Михаил Карбаев приехал. Если зайдете, посмотрите как там украшено. Только в одной комнате плакатов 12. Везде. Как отдыхают. Я теперь говорю молиться за Роспотребнадзор. Как они нам помогли вылезти из шалашей. А там-то у нас уже все бедное было. А здесь сороковка и полете. Все сгнило там. Все убрали. Еще там кое-что надо делать. У нас все как надо. Батюшка говорит покупай магазинную камеру. А другие. А она тебе не нужна. А сватает. Батюшка я благословил взять. И мы тоже пошли. И главное деньги. Решительно. 20 тысяч надо. Испания прислала. Никто не просил. Пришедшие к православию. Они книги все поимели. Даже в холодильнике. Я пошел и узнал 20 тысяч. Буквально на следующий день переводят деньги из детали. Один человек русский узнал. И говорит. Я вам тоже присылаю 20 тысяч. Я успел дать ему отбегу. Мне не надо. У нас все куплено. Так было. Знаю кто это пытался сделать. Даже не просили сверх того. А почему? Перед Богом. Ни одной копейки не проели, не пропили, не проездили. Ты Богу доверься. И эта мудрость, которую мы сейчас здесь читаем из Евангелия, она в тебя будет амбильно входить. Вот дети они говорят. Ты же ничего никогда не слушает. Он не может слушать. Так вот, плюс все. Они начинают там баксовать. Рызы. Бегают. Он разошел, сразу нет. И все. Пожалуйста. Интересно? Нет. Доходы ребенка. Когда Жевчужников стал писателем-поэтом, то написано, говорит, у них собиралось общество писателей-поэтов, и ребенок, и пяти-семилетий все это слышал. Какая-то раба Божья Елена присылла опять. Присылла, а знать не знать, какая Елена еще. Батюшке говорю, уже пять тысяч рублей. А вот, говорят, сейчас кремлью соль для дверей сделал. Не хватало до пятнадцати. До пятнадцати у меня триста рублей не хватало. А вот они пять тысяч. Не заказывал, не знаю, ровно сколько мне надо, столько и пришло. Не больше, не меньше. Сюда. Батюшка еще рапану не хочет считать? Сюда. Сюда. А карман у меня большой. Все. Бобедор привозят, я могу рассчитать. А я ему не дам двадцать. Я дам только десять. Скажу, когда отработаешь, надо добавить, днем, отвозку транспорта. Ну тоже надо думать. А то я его приму, заплачу туда-сюда, а техника сломалась, и не рубляй, и еще нету. Нет. Бог и любовь. Бог и любовь. Ты все время это повторяешь. А что главное здесь? Так, успокойся, проси. Ты чем угодно будешь заниматься только. Лишь по разуме, ты Божий, мы гнил. Чем Бога порадует? Молитвой. Молитвой радости, молитвой благодарения, молитвой словословия. Вот это самый лучший дар. А ты благодаришь, что тебе Бог дал еще. Вот у Евгения такой хороший рассказ есть. Он жертвовал всем. Жертвовал, жертвовал. Порезов еще нету. И в банке, и в шкафе нету. Он посидел целый день. А потом вышел, просить человек идет, он руку протянул и опять назад. Стыдно. И все знают, он благотворитель. И вдруг слышит сзади голос и говорит, что тебе, наверное, стыдно. Он говорит, да. А ты давал другим, ты не думал, что им стыдно брать? Им стыдно, таким же надо. Но и тебе надо. Поэтому проси во имя Господня, ты раздал то другое. И он протянул руку и первый человек положил копейку. Он облагорнулся, никого рядом нету. Это Бог так делает. Бог делает так. Один богатый, другой нищий, чтобы через кого-то мы могли сотворить добро. А если все будем иметь большие средства, тогда и мамону-то ничего не сделает. Мы должны у мамона рога отпиливать золотые, переплавлять на белу. И вот посмотри, сколько здесь нашли. Писание нужно рассматривать на сегодняшний день. А это слово Божье живо и действенно. Оно только живое и живое. Сегодня мать написала. Так, Петр диктует, мать пиши. Быстрее, быстрее, потеряй, поднеси. Он поехал дальше в Порщину. Она может выйти с поезда в окно выбросила. Он говорит, возьмите, отнесите там на занятия. Все для нас. Каждое слово. Вот у нас вчера уехала женщина была. Я говорил, Галина Алексеева. Шестьдесят лет. На своей машине. Какая у нее маленькая машина-то? Своя машина-4. А это хорошая машина-то? Она семь часов чем-то проехала. Пятьсот семьдесят километров. Пятьсот семьдесят. И написала. Бабки бывают всякие. Восписательный знак. А потом догонку еще. Я, говорит, вернулась. Вот она говорила, как с места светлого и темного. И снова, говорит, ложь вокруг все поплыла. Я была там, где любовь. Она у меня две недели пробыла. Дома больная. Мать там восемьдесят четыре года. Все оставила. Приехала. Сестра милосердия. Это Бог так делает. Я точно так же говорил. Не знаю, что тут. О чем речь шла. Но помню, что каким-то образом Что-то касалось книг. Она тут же встала. Прямо за столом. Деньги мне передала. Понимаешь как? Не надо. Вот. Ааа. Не боишься унижаться. Другие получили через меня. Я через него получаю. Вот она. Кто там? Елена звать ее? Бочка. Да. Елена. Да. Бодоставит ее Господь. Я ее не знаю. Это царь Иоанна. С той стороны. Это Бог так делает. Именно столько, сколько надо, Чтобы отдать бульдозеристу. К моим пятнадцать и пять. На днях я здесь нахожусь. И вдруг звонок. Игнатий Тихонович. Поздравляю с днем рождения. Ох, у меня в голове. На кого же похож? На Длушкова. Еще он не знает, что у меня десятого. Голос похожий такой. Я слушаю. Как дела? А охота спросить. Ну кто ты такой? Я говорю. А где вы живете? Я подумал мне тогда. Да где? В Барнауле. Я говорю. Прости меня. Назовись. Как тебя звать? Да вы что? Владимир Филимонович. Главный банкир Алтайского края. Председатель или управляющий Сбербанка. Все пенсии. Все через него идет. Ну и он приезжал тут. У меня есть снимки. С ним банкиры были. Никто не положил. А он посмотрел на них. Подошел у нас кастой. Положил туда. Я один раз у него был на дне рождения. Сказал. Выкупать книгу. Не сказал сколько есть. Он выкупать. По лесу шкафу возился. Возился. Пять. Пять. Тысяч. Я не стал считать. В карман дома. Почитал дома. Пятьдесят. Сколько надо. Я во всем. Сматриваю. Главное. Дал машину. Чтобы меня до дома довезли. И завели с черного хода. Где полицейских нет. А там одна система. Незнакомый человек. И он выявил меня на такого мецената. Который пятнадцать лет. Замещает всех. Кто мне помогал. Вот я сижу. Пишу сегодня. Что мне надо. Двенадцать мешков муки. По пятьдесят килограмм. Сто восемьдесят килограмм. Растительного масла. Крупы. Написал там. Пять мешков. Сахару. Четыре мешка. Все. По интернету. Послал. Так. Открывайте ворота. Машина у ворот стоит. Разгружайте. Да это не год. Не два. А один раз. Позвонили и говорят. Сахара нету. У нас нету. Ну и все. Разгружает. Четыре. Полные. Фляги. По сорок восемь килограмм. Меда. И все за сурбучино. Четыре фляги меда. С флягами вместе. Как я могу рассматривать. Как великую милость Божию. Я не съел этот мед. Я одну флягу раздал там. А остальное без детей и прочее. И вот у нас что питаются нету. Ну только в городе кто-то прикупает. Еще есть. Ну а так у нас все есть. А сколько вы можете принять? Не знаю. Мы 70 человек сегодня можем принять. Расположить там в кельях. Дать матрасы. Там же не лагерь. У деревенских им отдали это имущество лагерное. Мы можем попроситься туда ночевать. Ты научись так видеть. А не так, что все время в ушах у тебя что-то говорит. Там заклепки называют. И чтоб лицо мрачное, как земля было. Как у меденица оставившие детей своих. Ты будь радостен. Главное это молитва. Молитва. Господи. Павел говорит. Тринадцать или одиннадцать раз к филипистам. Радуйтесь. А сам сиди в ферне. В ферне радоваться разве можно? Можно. Когда с тобой Христос. Профессор Мальцинсковский говорит. Со Христом. И в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Владимир Петрович Парсинковский. Вот так. Считай. С двенадцатого по пятнадцатой стихи. Четырнадцатой главы. Первый день опресноков, когда заколали пасхального анса. Говорят ему ученики его. Где хочешь есть пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им. Пойдите в город и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам толкование. Первым днем опресноков евангелист называет четверток. Который непосредственно предшествовал празднику опресноку. Ибо опресноки иудеи начинали есть в пятницу. Ученики подходят и спрашивают, где им есть пасху. Отсюда видно, что ни Христос не имел собственного жилища. Ни ученики не имели своих домов. Если бы имели, то приняли бы его к себе. Двоих учеников своих, Петра и Иоанна, как говорит Лука, он посылает к человеку незнакомому, показывая им через это, что он мог бы и не страдать, если бы захотел. Ибо тот, кто расположил незнакомого человека, принят его, чего не произвел бы в других. Здесь-то в таком, говорю, уме Христу уготавливается Пасха двумя учениками, Петром и Иоанном. То есть, деятельностью и созерцанием. Ибо Петр был пылок и деятелен, а Иоанн, как богослов, созерцателен. Все толкование. Как разделяют. То деятельность, а это только созерцание. Думаю, что это все искусственно делается. В человеке должно быть то и другое. Вот это качество лидера. Он должен иметь воображение, знание, умение, решительность. Все должно быть в одном. А не так, что я умею все делать, ну а размышлять, пускай батюшка этим занимается. Я должен знать и то, что там делается. Дабы знали, как ответить каждому вопрошающему. Дабы знали, как ответить. Важно это. Важно для него и для тебя. Вот мне непонятно, как жить и чтобы никого рядом не было. Один. Я вообще этого не понимаю. Не то, что, ну теоретически-то я знаю, но как? Ну и Крисиаз говорит один. И наши перечисляют, что такое веревка, скрученная в трое. Она долго в ней льется. Вот мы что делаем всегда? Ну минимум мы трое. Сейчас Роман четвертый. Витя помогал несколько раз. Пятеро. Уже мы что-то можем делать. А на Орышковском 19 человек было. Даже самые маленькие. И мы это все сделали. Не забудьте, на неделе, если у меня будет здесь, я всех предупредил. Помогите. Мужское население в первую очередь. А когда перейдем на второй, там может любой прийти. Там, блин, вот. Ребятишки вот такие маленькие, они могут все сеять, даже толкушки в воду лить. И мы должны засаманить берег, он здесь засыпается. Не берег, а посредине, где прорубь была. У нас остались еще сваи около сотни. Мы сразу их смолить будем и забивать. Мы обратились к вам за помощью. Так что, я сказал, ну не больше двух с половиной, трех часов. Примерно. И мы второй мостик пустим за такое время. И закончим даже на втором мостике. А дальше она работать будет. Поднять плотину. Поднять. Притом намного поднять. Не меньше, как сантиметров семьдесят. Но это замыслы. По сегодняшний день все наши замыслы воплотились в то, что мы сделали. И как на бумаге нарисовал, точно так все мы сделали. Дальше мне непонятно, как он сможет. Когда много земли над прорубой воды, тут непонятно. А нам уже низко. Не увязнет ли он там? Я вот, например, не должен рассказать и руководителю его. Вы все время поминайте об этом. Просто тябы не хватает. Вот эта вот ложбинка. Как выбрать ее оттуда, когда там одна няша? Когда он сверху наваливает пластами, тут понятно. Он это придавил, там выдавил. А теперь, когда он все задавит, сравняет. Мне нужно, чтобы он сделал там выявку. Под спиренное, под наши, сравнял. Под эти сваи, которые спилили. По сегодняшний день не знаю как. А если ее выше сделать, эта вода, тут небольшая будет, она плоская, она широко разольется. Нужно до уровня воды дойти. Потом большой воды. Ну, я знаю как теоретически, но практически, если бы это был какой-то вертолет, поднял и отнес, это понятно. Но это трактор, у него 17 тонн. А если бы он тут застрянет, это ой-ой-ой. А если прямо сейчас так есть в эту грязь, забутить ее? А как? Ну вот это вот булыжниками закидать. Булыжниками? Она же все равно дойдет до своей дочки. Да. На булыжник, на этот еще надо 15 машин. Но потом они будут держать подушкой. Нет. Мы уже застолбили этими сваи, которые отпилили. Вот эти наклоненные. Трассу. Вот это вот трасса идет. Вот это вот. С двух сторон. Теперь вот это вот, он должен завалить землей. И когда сравняется с этим, утопшит, тогда сверху верхний слой. Верхний слой только камень. Только верхний слой, как булыжник. А до бути, да ты... Ты что? Шестьдесят сантиметров воды. И площадь такая. Шесть или семь метров ширины. И так. Семь и шесть сорок бар. Тут еще. Семь и шесть сорок бар. Там почти пятьдесят кубометров. Где-то. А мы тут камней-то немного... А как камни, как? Откуда надо еще самые большие блоки заложить? Чтобы он их придавил. И она сверху пойдет. Только верхний слой. Как плитная. В городе. Нет, это неверно. Реально то, что я говорю. Землей все забудеть, а сверху камнями. И чтобы он придавил. А вокруг все засамонить, которая дальше уже пойдет. Все. С шестнадцатого по двадцать первые стихи. И пошли ученики его. И пришли в город. И нашли, как сказал им. И приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал. Истинно говорю вам. Один из вас, идущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему. Один за другим. Не я ли? И другой. Не я ли? Но он же сказал им в ответ. Один из двенадцати, обмакивающий со мною блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Толкование. Как же они возлежали, когда закон подливал весь Пасху стоя? Надо надумать, что Господь сначала совершил Пасху подзаконную, а потом возлег, чтобы преподать свою собственную Пасху. Ибо лучше вовсе не родиться, нежели родиться на мучение. Таким образом, по отношению к последней судьбе, лучшим оказывается, если бы Иуда вовсе не существовал. Ибо Бог сотворил его на благие дела. А он сам впал в столь ужасное злодейство. А вот поясни, что стоя есть. Когда не ели стоя? И почему не говорится, что стоя жива в пасху? Ну вот из Ветского Завета. Исход евреев из Египта. Было повеление, что ешьте стоя. А тут возлежали. Тут возлежали. А когда объясняется в толковании-то? Почему возлежали? Кто-то поясняет. Он собственную пасху понял. Прочитайте еще раз толкование, не можете объяснить. Значит, не понимаете. Как же они возлежали, когда закон поделивал весь пасху стоя? Надо бы надумать, что Господь сначала совершил пасху подзаконную. Подзаконную, по Моисееву закону. А потом? А потом возлежал, чтобы преподать свою собственную пасху с Большим Богом. То есть он просто не упоминает, это и так понятно. Способ должен быть. Ноги обмуты. Есть горькие травы, мораль, что это требуется. Можно было бы, конечно, вот в это дело вылипнуть. Вот как фильм «Искупление». И преподать за всех людей увидеть. Он где-то, как «Сочи» называется. Лом видели вперед? Ломает в пятнах, это в этаграме его показывает. Вот он как видел. Оно так и есть. Так они же там возлежали как раз в этом фильме. Да, они возлежали. А правда, почему там в фильме так показано? Может режиссер это было? Ну, фильм, видишь, это фильм. Действительно, вот как я тогда смотрел и подумал уже. Они иногда вольничают. Вот в фильме «Иисус» по-моему, по Евангелии таки все по Евангелии. А в других местах прямо не говорили. Какую вольность запускают. «Пасха, Господь, Пасха!» «Осмерть любых жизни!» «Император пристально следит за нами. За Иудея, Иуда Гонгох. Как за нами многие смотрят. Приехал митрополит Сергий тут был. И причастников никого не было. Это и так презирает нашего епископа, что даже никто не причастился. Не причастились. Поста не было. А был пост, были причастники. Такие вопросы, которые не празднули любопытство. Мне на днях одна задает вопрос. Девушка. А вот я читаю 66 главу, 17 стих, порога Иссайных. И там написано, что они там в роще, то-другое, яд стилой, и мерзость мышей, и то-другое. Я толкование читала. Немножко там Златоуз берет, немножко Феодорит. Представьте, это девчонка Феодорита. Ну а более пространное, где толкование? Она еще кого-то спрашивала, какого-то подвижника Марка. Я даже насчитывал, и такого у него не помню. Ей один отвечает, юрист. Игнатов Сергей. Очень расположен. Но я не знаю, надо ли эти вопросы задавать. Исайя. Прошлое. Это последняя глава. Анна так вот подошла. Батюшка, я вот хотел вопрос задать. Он говорит, ну давай. А вот как понять, онтологический смысл такого-то стиха? А в связи двухторонные. Начала. Он посмотрел и говорит, дурак, выходи замуж. То есть вопросов ребятник не будет. Ты с ребятишками-то будешь возить и пеленки-то стирать, а онтологический, а онтологический, пацический. Ничего тебе этого не надо. Ты знаешь, Христос тебя любит, Он тебя искупил. Живи по заповеди Христовой, слушайся мужа. Простой ответ батюшка дал. Ну а как? Она могла оскорбиться. Да в этом не было батюшка оскорбиться. Он видит, что она далеко зашла, чего ей не надо даже знать. Госпасения этого достаточно. Мало такие бывают выражения, встречаются, но они как бы суть проясняют. Я вот у Феофана Заплодника люблю толковать, как бы грубоватое место. Человек не постится. А почему не постится? Четыре причины. Первая. Когда надо будет, я пособию. Муж говорит, хорошо. А постановление церковное? Еще четыре постановленных поста. Ты один дед, а ты уже отделяешься от меня церкви. Дальше. Вот. Если какая нужда будет где-то? Там не написано, а пост остановили. Третье. А это здоровьему не вредит. А это, говорит, совсем уже ничемно. Никому пока пост не вредил. Вода. Хлеб да вода. Монашеская еда. И четыре, говорит. Так что причин нету. Не поститься-то. Одна остается, которой нельзя оправдать. Не хочу. А вот когда умрешь, и тебя демоном потащат в ад. Хочу, не хочу, а пойдешь. Все вместе стало. Ты научись приноравливаться и полюбить церковное постановление. Церковь установила это. И вопрос болезнь сразу снимает. Я говорю, мне этот пост Петров не нужен. Он не оправдывает себя. Рыги приезжают. Мы приехали в субботу, в воскресенье, в последний день. А сейчас уезжает, которая двенадцатого. Даже до двенадцатого не доживает. Опять. Даже молочное-то нет. А молоко? Могло бы быть здесь. Но у нас всего много. И фруктов присылает, и рыбу. Остается теперь одно. Выпросить у Бога любовь к этим постам. Я православный. Соблюдаю, они мне не нужны. И только у них назначение поста. Назначение. Какое? Пост возложили. Руки на проповедь. На проповедь никого не посылают. Да если бы вы постились правильно, потерялись. Для вас бы сегодня никого дома не было. Вы бы за ним весь ушли. Вот этот пост Петров для проповеди. А ее нету. Кто-то его и нарушает, наверное, в поше ряду. Поэтому строгость отсутствует. Пост человек нарушает. Пришел на исповедь. Батюшка, прости, я исповедуюсь, а поставлюся в беда. На два года отключили. Кану. На два года. На два года ты стой за дверями. Не просто так. Оглашение изведите. Это тебе уже по хребту ударило. А человеку дай такую строгую. Само вообще не будет царить. Пугать не надо этим. Не будешь, значит не будешь. Как я называю, непрофессор. Своё место в воду. Мы были странные, богатые сокровищем вот этого портования. И ты всегда можешь со страстью. Да, вот эти люди делали так. Они делали неправильно. Ну неправильно. Но это не было неправды против Писания. Вот мы рассуждали сегодня в одном месте о субботе. Суббота Ветхозалетня однозначно. Она указывала на воскресенье. Бог закончил творение и почил однём творить. Ну вы знаете, все творим всё новое. Новое. И поэтому воскресный день говорит об окончании творения. Воскресенье. А как? А Христос воскресенье воскрес. Он творил нового человека, стоя в Крисподне. Когда на кресте был. В пятницу суббота. А воскресенье воскрес. Поэтому суббота, это шаббот, она указывала на окончание творения первого мира вот этого. А это сотворение нового человека. Господь закончил его не в субботу, это там в пятницу он закончил, а в субботу почти. А у нас он закончил его субботу, воскресенье. Воскрес. То есть он уже прополировал в Испуге. Вот таким образом доказывается, что бед позаметный. И поэтому воскресный день старайтесь никогда нигде не работать. Какие дела? Обычные. Обычные, ежедневные которые дела. Сходили в краб, заняты, время совсем мало остаётся. А как же вы на десятое, про них ни одного слова нет в Библии. У нас мы соблюдаем, не заняты, а фермер может делать. Но воскресенье ни шагу, никуда. И Господь как-то усмотрит. Чти субботу. Самая большая запись не при любодействии, не убили этого слова, а на субботу. Не ты, не слуга, не раб, не волк, не осел, не машина твоя, не макет, с которыми мы работаем. Всё, по частям. Всё разберем, разобрали. А если не так, поверь камнями. Это очень серьезно. Тебе работает, если положено, работает. Ты вот так вот наработаешься за шесть дней, только до постели потащиться. А иногда говорят, воскресный день, но хоть я просплюсь. Я долго. А сегодня уже исследования прошли. Щелоку вредно это. Ты так же вставай, как в обычной регионе. У тебя в том режиме сердце работает. По древней середине, там, откинься минут пятнадцать. Не думай, утром я два часа буду лежать и не надо это делать. Привычки, вот эти наши, они подтверждают, что мы не знаем даже тело своего. Девчон. 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 Говори. 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 Так. Кто звонит оттуда? Так. Повторите, как вопрос. А как вы у нас узнали, что мы есть? Мы от мыслей не избавимся никак. И бороться вам с ними даже и не надо. Надо Христа полюбить, они сами уйдут. Вот говорят, надо не думать. Ну это просто анекдотично звучит. Вот если ты узнал это есть, ты об этом будешь думать. Мужик пришел к одному знающему, говорит, золотишко-то было бы, я бы сейчас как поднял хозяйство. Это будет очень просто. В туалете поставь кримку, на печку две недели и закрою шубой. Но только не думай о шкуре убитого белого медведя. Только не думай об этом. А он теперь тут все время делает, лезет и думает о шкуре убитого медведя. Ну вот так. Не думайте об этом. Просто любите Господа. Забейте местами Писания голову свою. Вот на этом местом мысли. Откройте по симфонии. Прочитайте это дело. С мыслями нельзя бороться. Ни царь никто не может их победить. Это плоть воюет противной духу. Ну помните Ивана Грозного? Да как он молился, а ему... Иван-то говорит, что весь храм полный. Полтора человека было. Говорит, я молился, тогда ты половина службы. А все думал о Воробьево горах, где звездку достать, храм строится. Какими? Нет, лихо. Это я не могу знать. Это Бога вопрошает. Он вам должен положить. Я откуда знаю? Но твердо решите, что я буду любить Слово Божие и на молитве стремиться к единению с Ним. А для этого примиритесь со всеми. Соблюдайте посты и все, что заповедована Святая Православная Церковь. Ну все. Давайте. Если наши ролики смотрите, то занятия за сегодняшний день, они как раз идут и вы позвонили. Я на ваш вопрос вот отвечаю. Занятия в Потеряевке. Занятия. Да. Спаси Христос. Спаси Христос. С Богом. Из Шелябинской какой-то новый человек. И через интернет наши материалы смотрят. Ну и смотрят они куда у нас. Я сейчас не могу сказать сколько. Кажется 5 с лишним миллионов просмотров. Миллионов подписчиков 7 тысяч с лишним. 7 тысяч 450 наших роликов. Глаза в разбежку. У нас есть что показать. И люди приходят, а мы от вас не уходим. Мы все время с вами. Благословен Господь. Все время. Не забудьте, когда мы должны знать, чтобы были просто рады. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok